Всех внук приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм И я вам сейчас покажу свои новые наработки Да, их будет много в этом выпуске Иногда меня прет, иногда не прет И в общем-то сегодня меня прет Поэтому я собственно делаю наработки Как вы видите, каждый из этих алхимиков бежит в свою сторону То есть этот в одну сторону бежит, этот в другую И они вот так вот бегают рандомно по карте Как это сделать, я вам скажу Ну и в принципе, как сделать, чтобы юнит рандомно двигался по карте Типа как моб такой себе Причем можно установить какие-то точки, между которыми они будут двигаться Ну типа можно и через патрулирование это сделать Но вот это все с помощью триггеров сделано То есть как вы видите, такие вот дела Смотрите что они, бешенство какое-то творят Эти алхимики Ну и в общем-то, блин, давайте их просто убьем всех Потому что они нам будут мешать Они ж враждебные, типа синего игрока И как вы видите, естественно, они нападают на всех врагов, которых встречают Что тоже прикольно И может пригодиться И все это без утечек, типа Да, вот то, что это без утечек, это офигеть Оказывается, при помощи цикла, ну не оказывается Я предполагал, что это можно сделать Ну то есть я в цикл добавил удаление утечки Через цикл удаляю все утечки по очереди То есть все точки, в которые они бегают Нам же ж нужно, собственно, сделать массив точек и так далее Так вот, давайте приступим Какие вещи? Ну, во-первых, несколько из этих вещей уже давно были мной сделаны Но они были утечными И они находились у меня в этом В карте на расстройку 2 Там, где, собственно, у меня раса эльфа была и так далее и тому подобное Значит, что это за вещи? Углубить шахту Это такая штука, которая, собственно, добавляет 5000 золоту шахты То есть, забавно, блин, нужно... Она не доработана, надо будет ее доработать Короче, вы увидите доработанную версию Ну, в общем, если на рудник именно кликнуть То, естественно, как вы видите, появится плюс 5000 золота Золото увеличивается, рудниковое на 5000 И вот такие вот дела Собственно Осталось только... Ну, естественно, это довольно простая штука Дальше, трансмутация Трансмутация это такой предмет Ну, или можно сделать это с заклинанием Или что-то вроде того То есть, когда ты его нажимаешь То ты обмениваешь 1000 маны на 100 золота Как вы видите Плюс 100 золота И так вот, пока у тебя маны не закончатся Естественно, все это можно менять Путем увеличения, уменьшения количества маны на затрату И также перезарядку можно менять То есть, можно запретить его применять чаще, например, чем раз в 120 секунд Но такая вот оригинальная идея Ну, не совсем оригинальная Я даже видел ее уже Значит, дальше Саженец сажает дерево Да То есть, мы знаем, как восстанавливать деревья А что насчет того, чтобы сажать их Давайте вот Раз И дерево растет Раз И еще одно дерево растет Но если мы укажем вот на камень На камне дерево не растет, как вы видите Но, и как вы видите, саженец тоже не отнимается Прикольно, да? Будет исполнено А на траве растет Вот, например, здесь будет расти Чук Вырастили дерево Прикольно, да? Значит, дальше Последний предмет, который я вам покажу Это лопата Ну, естественно, в стоковом Варкрафте нету лопаты и иконки Поэтому я взял ключ, как самый похожий Не захотел импортировать иконку Ну, потом, естественно, импортирую ее, когда буду в свою карту вставлять Ну, в общем-то, что она делает? Это самый сложный предмет, над которым я, типа, бился И он самый оригинальный Он Выкапывает, короче, траву Видите? И добавляет нам деньги Ну, на самом-то деле, можно запрограммировать, чтобы он что-то другое, например, делал Но на данный момент он добавляет деньги и выкапывает траву То есть, бах, вы выкопали клад, пишет нам Правда, вы выкопали клад, как видите И плюс 250 голды И то есть, так можно выкапывать Единственное, что Естественно, если мы сюда Тут, как вы видите, тут нельзя копать То есть, тут нету кладов, потому что здесь уже земля Здесь уже мы выкопали То есть, это одноразовая штука Также, естественно, камень копать нельзя Как вы видите, пишет, тут нельзя копать Такие вот дела Прикольно, не правда ли? Вот, в общем-то, все наработки, которые я хотел вам показать В принципе, можно еще сделать способ Менять, в принципе, почву на ту, которую ты хочешь Типа, ну или там, выращивать траву заново Можно тут целую ферму сделать, короче Что ты, короче, сначала выращиваешь траву А потом выкапываешь ее и продаешь Да, так, кстати, веселую ферму какую-то в Варкрафте Упал не себе можно сделать Стоп! 218 218 179 А какого хрена 179 хэндлов стало? 178 А теперь 180 Короче, что-то с хэндлами какая-то хрень Аааа, я понял Вы посмотрите, что тут творится Тут, короче, нам саженцы добавляются Вот я нашел бах Я, кстати, знаю, как его пофиксить Ну, естественно, я аж только сделал эти наработки все Ну, а на этом мы перейдем в редактор Я пофикшу баки И, собственно, расскажу вам и покажу, как я все это сделал Итак, продолжаем Это мы, собственно, на карте И, в общем-то, вот так вот реализовано блуждание То есть мы берем каждого юнита Владельцем которого является игрок синий Ну, можно другие условия, естественно, поставить И делаем это каждые 10 секунд игры После чего у нас тут цикл открывается Гуишный биджей цикл Значит, дальше мы устанавливаем переменную блуд Выбранного юнита То есть мы, так как отдельно каждого юнита берем И мы отдельно каждого юнита заносим в Блуд интеджер А То есть тут 12 юнитов максимум может быть Ну, естественно, вы можете больше поставить Но тогда, то есть могут быть там какие-то проблемы С этим Поэтому Как-то нужно, короче, посчитать этих юнитов Я, возможно, улучшу эту систему Но пока что я не вижу смысла ее улучшать Потому что мне, собственно, это не нужно Сами разберитесь В принципе, можно сделать, как в предыдущих наработках я делал То есть каждый раз, когда выбирается очередной юнит Мы, короче, плюс один к переменной добавляем И также устанавливаем именно эту переменную сюда То есть Так вот То есть Итеджер А Короче Устанавливаем Это Цикл считает у нас по очереди До 12 выбранных юнитов То есть И устанавливает в массиве По индексам Каждого юнита в отдельную переменную То есть в отдельную переменную Через индексы Значит И дальше Для каждого юнита Мы также создаем Свою точку случайную На карте И устанавливаем его тоже в переменную С этим С индексом Таким вот Интеджер А Который от 1 до 12 Будет считаться И дальше Мы приказываем Этому юниту Естественно С определенной От 1 до 12 То есть Каждому юниту От 1 до 12 Который у нас В АУПе В цикле Перейти Нападая на противников В Естественно Точку С индексом Этого цикла И дальше После этого Мы Жесть Здесь тоже используем Удаляем Каждую точку Собственно С индексом Этого Цикла Это просто Жесть То есть получается Каждый юнит То есть 12 юнитов У нас могут Выбирать себе Каждые 10 секунд Себе точки Для того Чтобы переходить Нападать На противников Вот как вы видите Как создается Искусственный интеллект Ну хотя Довольно Примитивный Но в общем то Прикиньте То есть Можно так Программировать Поведение Причем довольно Сложное Большого количества Юнитов На карте Мне понравился Если честно Этот триггер Но здесь у нас Как вы видите Удаление Счастливой монетки Чтобы утечки Избежать И здесь у нас Полный пиздец Здесь у нас Куча наработок Значит Углубление шахты И Значит Здесь у нас Что нужно Значит Условия Если рудник Если не рудник Так Вот это Нужно здесь Создать Еще один Ив Дзенеус Во-первых Во-вторых Мы ставим Если рудник Почему так Да потому что Иначе будет Бах Другой Я уже Заметил Что то есть Если у нас Мы ликвидируем Один бах То появляется Другой бах И это Как бы Блин То почему В Наруто онлайн Например Всякая параша Происходит Полная С этими Багами С разъединениями И так далее Так вот То есть Здесь Иначе 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 У нас Так 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 Сет Чаржес Ремейнинг Карри Карриетов Кастинг Юнит Саженец А здесь Нам нужно Не саженец Выбрать А вот Эту Штуку Вот Углубить Шахту Ну я Это Короче Так себе Штука Конечно Но в принципе Прокатывает Вроде бы Я не знаю Если у нас Был последний Заряд Предмета То Что будет То есть По идее Просто Остановить Остановить Обилку Трудно Довольно А может И можно Ну я Над этим Еще подумаю Короче Такие Вот дела Значит Здесь Какие у нас Еще там Были Баги А Добавлялись Короче Постоянно Как раз Вот эти Вот штуки В этом То Весь Вся Проблема То есть Если Обилити Бейнг Каст Не равно Саженец То в таком Случае Нам Добавляется В любом Случае Вот Эта Вот Фигня Не равно Камень То Здесь Нужно То же Самое Сделать Также Еще Один Ну Так Скажем Не Сказал Что Это Бах Типа Но Это Такая Особенность Что У меня Как Вы Видите Position С Индексом То есть Это Массив Он Используется И В этих Триггерах То есть Как Вы Видите И Также Он Используется Здесь Поэтому Они Как Б Могут Иключить Эти Массивы То есть Лучше Использовать Отдельные Переменные Создавать Для этого Всего И Иначе Значит Вот Здесь Вот Это Все Должно Находиться Все Пофиксили Вроде Вот Такие Вот Мы Фиксики И Вот Здесь Как Вы Видите Тоже То есть Лопата Самый Сложный Предмет И Как Это Не Странно Я Тут Дебаггинг Целый Провел То есть Ну Естественно Тексты Тут Всякая Фигня Remove Location Тут Я Даже Подписал Но Это Чтобы Самому Собственно Не Забыть Что Здесь Где Находится Значит Здесь Тоже Здесь Тоже И Блин Да Во первых Как бы Тут Еще И Самими Способностями Интересная Штука Вот Как Вы Видите Это Естественно Способность Канал Везде Здесь Сделано И У них Вот Цель Точка У Саженца Тоже Цель Точка А вот У Трансмутации Мгновенная Нет Цели У Углубление Шахты Цель Боевая Единица Но Я думаю Можно Убрать Уязвимых Из Списка Чтобы Собственно Нельзя Было На Себя Кастовать Эту Способность Она Будет Просто Писать Короче А Вот Оно Что Я Вспомнил Что Надо Написать Нужно Указать На Рудник Нужно Короче Текст Текст Берем Так А Так Текст Можно И сюда Написать И сюда Написать Повсюду Здесь Можно Текстов Понаписывать Так Тут Не тут Нельзя Копать А Что Тут Мы Делаем Вообще Углубить Шахту Нужно Указать На Шахту Указать На Шах На Рудник Все Таки Это Не Шахта А Рудник Вот Так Вот И Значит Тут То же Самое Где-то Должно Быть Здесь Это Что У нас Сделает Так Так Дерево Не Может Расти Расти Здесь По-моему Короче Это Нельзя Сотворить Здесь Да Ну вы поняли Я пытался Делать И через Паузу И через Что Я только Не пытался Делать Но дело О том Что Почему Почему Вот Это Обилка Не Прерывается Ну Может Я Это Еще Изменю Но Так Или Иначе Всем Спасибо За Просмотр Как Вы Видите Вот Такие Вот Наработки Довольно Много Их В будущем Я Вот Иногда Мне хочется Заморочиться Иногда Нет Вот Сейчас Мне Захотелось Заморочиться И доработать Ножелство Своих Старых Наработок Идей Пользуйтесь Всем До свидания